Господа, сегодня мы поговорим о зимних вещах. Обсудим базу, которую вы сможете использовать для создания разных образов. Готовы? Начнем. Давайте начнем, пожалуй, с фундамента мужского гардероба. Обуви. Кэжуал, классического дизайна, утонченные кроссовки. Верхнюю часть я предпочитаю из кожи. Подойдет и матерчатая с очень простым дизайном. Но давайте обратим внимание на подошву. У меня только одно замечание по этой модели. Это белый цвет. Такая модель будет хорошо смотреться где-то в Майами. Но если вы где-нибудь в Чикаго или Нойс, где полно луж и грязи, идет снег, она очень быстро превратится в нечто такое. Это непрактично постоянно чистить обувь. Поэтому стоит поменять их на такие кроссовки, у которых подошва темная. У этой модели замша, и это вполне приемлемо зимой, если, конечно, они защищены от влаги. Преимущество замши – это то, что она может быть разного цвета. Эти темно-синие, например, добавят красок в ваш гардероб. Но это классические ботинки-чуки. Я вообще люблю ботинки из-за функциональности. Здесь они идут выше, чтобы защитить лодыжку. Говоря о ботинках, то, скорее всего, вам захочется купить пару таких рабочего дизайна. Убедитесь только, что у них рифленая резиновая подошва. Такая подошва не будет скользить на гладкой поверхности. Верхняя часть должна быть из плотной кожи. На нее можно будет нанести защиту от воды, и это будет прекрасная пара обуви. Если же вы можете найти пару ботинок, прошитых швом Гудьер, это будет отличный выбор для зимнего периода. Потому что этот шов самый влагостойкий из всех, ведь они прошиты снаружи по всему контуру. Следующие вещи, которые должны быть в мужском гардеробе, это футболки с коротким длинным рукавом, лонгслив или фуфайка. Это ваш основной слой. Вы будете их часто носить, поэтому стоит запастись этими вещами в несколько экземпляров. Далее поговорим о худи или толстовке. Они появились в начале 30-х годов. Они широко использовались рабочими, которые искали более дешевые альтернативы шерстяным свитерам. На что следует обратить внимание при выборе толстовки? Сперва на то, как она на вас сидит. По размеру или нет. В плечах, чтобы не висела на торсе. И чтобы по длине подходила. Далее надо выбрать подходящую ткань. По моему мнению, лучше брать ту, в которой есть немного синтетики. Это поможет им прийти обратно в форму. Мне нравятся больше одноцветные из темной гаммы. Вам может понравиться и светлая палитра. Но постарайтесь избегать больших надписей и лого. Далее у нас идет рубашка. В чем разница между рубашкой для костюма и кэжуал-рубашкой? На самом деле, в незначительных деталях. Кэжуал-рубашка будет однозначно более неформальной. На груди будет карман с козырьком. Это делает его более кэжуал. Воротник будет мягкий. Вот в таких деталях. Манжеты без формы. На нарядных рубашках у них четкая структура. Обратите внимание на материал, который используется для рубашки. Бельвет. Вы никогда не увидите такой материал на рубашках для костюма. Это очень неформальный материал. Фланель не встретите на рубашках для костюма. У этой вот рубашки два нагрудных кармана. На других неформальных рубашках можно увидеть аппалеты. Также можно встретить карман на рукаве. В целом, кэжуал-рубашки будут более свободны в размере. Господа, далее у нас идет жилет. Я считаю эту часть гардероба одной из самых нераскрытых. Если вы худой, если у вас V-образное телосложение, если вы в хорошей форме, это будет отличная вещь для вашего гардероба. Потому что если вы носите темные цвета и у вас создался монохромный вид, жилет поможет разбавить картинку. Говоря о слоях одежды, давайте наденем куртку сверху этого жилета. Вы можете заметить, как они хорошо смотрятся. Выглядит как комбинация. Я не кажусь огромным, и у меня довольно мобильные руки. Вот что мне нравится в хорошей кожаной куртке. У нее высокий покрой в подмышках, что дает рукам свободу в движении. Также она делает свою работу, защищая от ветра, от дождя. Может вам, конечно, понравится более темная, а может кожа это не ваш материал. Тогда попробуйте другой стиль. На мне сейчас куртка военного стиля. Она появилась во времена Второй мировой войны. Это были куртки для танкистов. У нее очень опрятный вид. Я снова надел ее поверх, и все отлично работает. Мне очень нравится такой дизайн. Что ж, перейдем к свитерам и различным типам вязания. На мне сейчас один из моих любимых. Это свитер типа Поло. У него есть воротник, он довольно мягкий, пуговицы и в целом дизайн. И в целом дизайн у него как у Поло с длинным рукавом. За исключением того, что он вязанный. Что в нем прикольно, он очень легкий, а это означает, что его просто надевать под кортку. Ну или могу носить его самостоятельно. Следующий тип свитера, который мне нравится, это армейский свитер. Может потому, что мне приходилось ходить в таком? Большинство из них будут болотного зеленого цвета. Возможно найти и другие цвета. Что у них будет общее, так это заплатки на плечах и на локтях. Также прилегают к телу и сделаны из хлопка. Следующий стиль, который мне нравится, и это у меня в руке не рукав. Это черепаший воротник. Они бывают связаны в разных вариантах. Тот, который я вам показал, он из крупной пряжи. Поэтому не стоит надевать с ним много слоев одежды. Они сделаны специально, как отдельный кэжуал-наряд. Но те, что полегче и потоньше, можно комбинировать с другими вещами. Далее у нас идет классический свитер. Этот овсяного цвета. Также популярны кремово-белые, из шерсти или кашемира. Эта вещь должна быть в каждом мужском гардеробе. Тяжелый свитер, его можно надевать с куртками и другими вещами. Говоря о джинсе, ребята, вы знаете, что мне нравится темно-синее цвета индиго джинса. Такие должны быть в каждом мужском гардеробе. Их легко комбинировать. Они будут смотреться практически со всем, о чем я только что говорил в этом видео. Но почему бы нам немного не повеселиться? Да, вы можете привнести краски в ваш зимний гардероб. Только не стоит использовать яркие цвета. Лучше присмотреть вещи с более темными оттенками. Давайте поговорим о вельветовых штанах. Мы говорили о рубашках, но когда дело касается штанов, то они гораздо лучше выглядят в гардеробе. Темно-коричневые и темно-синие будут хорошо смотреться практически со всем в вашем гардеробе. Итак, друзья, что вы думаете? Может, я что-то упустил? Пишите в комментариях. Мне интересно услышать ваше мнение. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и присоединяйтесь к нам на Real Men Real Style. Я публикую много интересных видео с полезными вещами. На этом все, друзья. Берегите себя и до встречи в следующем видео. Кстати, об этом стиле я ничего не говорил. Бомбер. Куртка-бомбер, у нее резинка внизу на бедрах. Она немного висит вокруг талии, и у нее есть карманы, чтобы руки не мерзли. Думали, видео закончилось, а тут продолжает поступать полезная информация. Вот что такое Real Men Real Style. До встречи, берегите себя.